Доброе утро, у нас новолуние, и давайте посмотрим, стоит ли рисковать. Риск, конечно, дело благородное, но тем не менее. Риск тут совершенно любой. Брать кредит, ехать в дорогу, верить какому-то человеку, да даже замуж выходить или жениться. А вы вот как-то сомневаетесь, это тоже очень ответственно. Вот любые такие, вкладывать, я уже сказала, в какие-то инвестиции, и даже покупать квартиру. Не имея на это достаточно там денег, в смысле, что я отработаю или сделаю ремонт, встречаться с незнакомым человеком где-то в уединенном месте. В общем, вот любой такой риск, давайте посмотрим. Десять вариантов, втором алифик, и по одной карте быстро пробежимся. Можете на разные дела спрашивать, разные варианты, только запишите, потому что это забывается. И вообще вот этим раскладом можете пользоваться каждый раз. Как бы вы уже забудете, через какой-то момент, что вы вытащили, какую карту, какие карты другие, и можно этим пользоваться. Раскладываем в ла-луни и посмотрим в двух-трех словах буквально. Ну, я так думаю, что получится в двух-трех. Загадывайте свой вариант или варианта, и открываю карты. Кому не хватает времени, ставьте на паузу. Итак, у нас первый вариант. Тут король кубков. Ну, если в личном отношении, то тут всё прекрасно вообще. Просто прекрасно. И для мужчин, и для женщин. Всё будет хорошо. То есть жениться, не жениться, встречаться, не встречаться. Но если вы вообще с малой незнакомым, будьте осторожны. Тут рядом повешенный. А вот если вы знаете этого человека, то всё будет отлично. Тут рядом повешенный караулят. И это не очень хорошо. Если вы едете на встречу, например, был такой случай, что женщина собиралась ехать в другую страну. Были знакомы по переписке. Он обещал ей всё. Она в любовь была. Даже у них. И вдруг он ей говорит, что я тебя не встречу. Тебя встретят в аэропорту. Другой совершенно мой друг. У себя представляете, я вот тут убираюсь дома к твоему приходу. И он не к тебе, он тебя ко мне отвезёт. Ну, у неё как там... Она понимает, что ей готовят ловушку. Увезут куда-то. Либо убьют, либо продадут. Она, естественно, не поехала. Но у неё была интуиция. Вот тут такое тоже может быть. Вот если вы собираетесь там куда-то в незнакомую страну, и вот такой вам типа вариант предложат, или в незнакомой местности встретиться, вот тут нельзя. Но если вы спрашиваете просто вот выходить замуж, у вас хорошие отношения, у вас хорошая дружба, то тут всё отлично. Король, кубка, развлекаться, вот в такие поездки ездить, хорошее времяпрепровождение тоже хорошо. Какие-то покупки для дома, для радости, тоже всё отлично. Другого ничего король кубков не обещает. Ещё может говорить о хорошем клиенте. Если вы ждёте заказчиков на что-то или продаёте. Вот такой первый вариант. И мы прощаемся, переходим ко второму. У нас второй вариант, повешенный, говорит, что это дело не продвинется, пока повешенный не повернётся. Категорически, если вы спрашиваете магическую диагностику, да, стоит ли рисковать там, тянуть, справитесь вы сами или нет. Нет, не справитесь. Повешенный очень страшный вариант. В обычных делах, говорит, что ваше дело продвинуть невозможно, ничего вы не сдвинете, пока повешенный не повернётся. Но когда он повернётся, у меня это неплохая карта. Ваше дело внезапно сдвинется, и у вас всё получится. И у вас даже два короля к вам идут. И в личной жизни вам наладится, и встреча вам будет с двумя королями дома. То есть это может быть муж и сын там, или к вам за вами два, двое мужчин ухаживают для женщин. А для мужчин это деловое, ну тоже может быть, что вам брат там и папа на встрече, или дядя-папа, конечно, приедут, но это для вас значимо. Это не то, что просто вот вы встретились, а вы к этим людям равнодушны, или у вас заказчики будут. Тоже это может быть и то, и то. Но пока это тормоз в делах, пока повешенный не повернётся. Но обычно это не очень долго. То есть пока дела не пойдут, их бесполезно тормошить, они не продвинутся. Что хотите, делайте. Хоть по потолку бегайте тут, но это не ускорит. Здесь говорят, что дела наладятся, но через какой-то момент. Вот такой второй вариант. А мы прощаемся, переходим к третьим. Третий вариант. Ничего плохого, но с каким-то как бы опустошением это связано. То есть, например, вы вложились в какое-то дело, очень потратились, ну сделали ремонт, например, да. У вас нет уже и ни сил, ничего. Вот вы опустошились. Такое опустошение. Это вызовет, то есть, ну какие-то чрезмерные усилия, может даже в чём-то разочарование. Ну это такой упадок сил. Больше всего ваше дело упадок сил вызовет. Ну, вы загадали там путешествия по горам, да. Вы так устанете, что вам это будет не в радости. Вот речь тут идёт о таком именно. Что человека упустошение, ну ничего плохого не несёт. И слева у вас стоит повешенный и тоже намекает, что у вас есть некий тормоз. В делах внизу пятёрка мечей и только справа четвёрка жезлов. То есть у вас вообще предстоят какие-то три варианта дел. И два из них хороших, ой, два плохих, один хороший. Один обычный. Если он советует вам не принимать очень чрезмерной силе больше, чем можете потянуть. Или не расстраиваться по поводу того, что вы изменить не можете. Но в целом ничего плохого не несёт. Вот такой третий вариант. Мы прощаемся и переходим к четвёртому. У нас четвёртый вариант. Четвёрка жезлов перевёрнутая. И она в окружении очень хороших карт. Несмотря на то, что вы выбираете довольно трудную дорогу или что-то связанное с домом, у вас всё получится. Тут бесспорно. Вам открыты как бы все дороги, но это не так быстро и не так легко. Четвёрка жезлов перевёрнута. Всё, чтобы вы не задумали, связано с дорогой или с домом, или с вашей семьёй, с вашими родственниками, всё исполнится. Безусловно. Такой четвёртый вариант. Мы прощаемся и переходим к пятому. Пятый вариант. Туз жезлов. Ну тут успех, всё, что связано с работой, с медициной, с машиной. И прекрасно всё. С какой-то вашей труднодостижимой мечтой. Но это не обязательно имеет какой-то коммерческий оттенок. Это не деньги. Это всё-таки ваши усилия, ваш успех, ваше устройство на работу. Всё пройдёт удачно и успешно. Всё, что связано с чиновниками, с государством, с границами, с переездами. Всё пройдёт супер успешно. И отлично. Такой у нас пятый вариант. Мы прощаемся и переходим к шестому. У нас шестой вариант. Шестёрка жезлов. Ну тут перевёрнута в прямую просто дорога. Это между двух королей. Это очень успешные дороги. Вы ушли с какого-то, отказались очень неблагоприятного пути от повешенного. К вашему желанию. Пусть она перевёрнутая, медленнее, чем хотелось бы. Вас ждёт успех. Если вы мечтаете о клиентах, то у вас будут. Если вы мечтаете о встрече с каким-то человеком, она придёт. Сами хотите куда-то поехать или чего-то добиться. Но шестёрка жезлов – это не туз жезлов. Это не глобальные такие достижения. Но тем не менее, да, тут всё успешно. Делайте. Вот такой шестой вариант. А мы прощаемся, переходим к седьмому. У нас седьмой вариант. Король Пентакли перевёрнутый. И идёт он к повешенному. Знаете, у вас всё хорошо, но вы уткнётесь стенкой, которую преодолеть вам будет очень тяжело. И король перевёрнутый у вас, и туда он идёт к повешенному. Но ещё есть возможность свернуть на шестёрку жезлов перевёрнутую. То есть вам не поздно поменять как-то ваши планы и реализовать их. Но нужно поменять впрямую. Ну, как это, вы купите, а ваши акции упадут. Заказ вы заключите, а деньги вам платить не будут. В ипотеку вы влезете, а платить не сможете. Взяли вы слишком дорогое, там, не по доходам. Ну, вот в таком плане. Так что меняйте план. Седьмой вариант. Мы прощаемся, переходим к восьмому варианту. Восьмой вариант. Вот пятёрка мечей перевёрнутая. Ну, слева у нас король Пентакли. Сверху кубки, справа кубки. Он говорит, что это трудно, но достижимо. С какими-то усилиями, может быть, даже конфликтами связан. Ну, закончится всё благополучно. Тут по-любому всё, что вы не решите, закончится благополучно, но с каким-то оттенком конфликта. Потому что пятёрка мечей или резких слов и ещё каких-то усилий. Но, в принципе, итог везде благоприятный. Чтобы вы не решили, чтобы вы не задумали, итог благоприятный. Вот такой. Ну, один, который на тройку кубков. Ваш вариант вообще очень-очень удачный. Может быть, стоит посоветоваться с кем-то, с близким или кому вы верите, если вы придёте к одному решению, какой из вариантов вам выбрать. Вот вам подсказка, что этот будет верный вариант. Самый лёгкий. Вот такой восьмой вариант. Мы прощаемся, переходим к девятому. У нас девятый вариант. Тройка кубка. Ну, однозначно, да. Это свадьба, это успех, это кубки победы. Справа ещё стоит императрица и сверху четвёрка жезлов. Особенно всё, что вы задумали с вашей недвижимостью, с вашей семьёй, с вашим благополучием финансовым. Тут однозначно, да. Тут есть слева пятёрка мечей, но от неё ушли какие-то конфликты и споры, но это ни в коем случае не мешает вам. Это триумф победы. Однозначно, поздравляю вас. Девятый вариант. Ну, это девятый вариант. И слева лежат мечи. Это вам не то, что свалилось на голову просто. Нет, это вы заработали, вы заслужили. Вам как-то придётся сделать усилия для этого. Это триумф победы, но это именно триумф победы. Победы лёгкой не бывает. Но результат отличный. Да, однозначно, да. И тут ещё кончаются Тузы, Жезлов и Императрицы. Однозначно, да. Прекрасный вариант. Поздравляю. Мы прощаемся и переходим к последнему и десятому варианту. Десятый вариант. Императрица. Ну, что, лучшая карта в колоде? Да, однозначно, да. И над ней Туз, Жезлов. Слева Тройка кубков. Однозначно, в любой сфере уж успехов. Материальные, если вы хотите. Это дорожка к богатству. Работу хотите. Это карьере и триумфу. Более благополучно. Это комфортная, благополучная жизнь. Это счастливый отпуск. В отпуске, кстати, можно познакомиться с свадьбой. Да, однозначно, лучшие варианты не будет. Всё прекрасно. Вообще, прямая императрица никаких побочных действий или ограничений не имеет. Единственное, она не расположена к очень постоянной работе. Это всплеск и после нужно отдохнуть. это единственный туз. Если вы хотите такое очень постоянное монотонное усилие, то это больше вам к тузу жезлов надо. А императрица это вы заказы берёте, такое работаете. Она не склонна постоянно работать. Если с умственной работой, тоже всё прекрасно. Тут вообще просто прекрасный вариант. Лучший. тут есть варианты хорошие, а есть великолепные. Вот три варианта тут просто великолепные. И кстати, тут даже речь точно может идти о свадьбе. Тройка кубков, императрица и там король стоит. Ну или встречи любовные. Кому что нравится. Приятное красивое время препровождения. Просто великолепный вариант. Поздравляю вас десятка и прощаюсь. Возьмем кубков.